Девушки отдыхают Говорят результаты ежегодного мониторинга Минэкономразвития России Регион поднялся на 11 пунктов с 18 на 7 место в стране По каким критериям оценивали край и что это дает обычному Ставропольцу Расскажем в прямом эфире В гостях Виталий Шевченко, заместитель Министерной энергетики, промышленности и связи региона Виталий, здравствуйте Здравствуйте Итак, цифровизация, процесс, который наша с вами аудитория Она смотрит люди самых разных возрастов, самых разных социальных прослоек Вообще знаком И это, мне кажется, самый главный тезис о цифровизации Она доступна каждому Но все-таки нам хочется сегодня понять о том, как цифровизуются государственные услуги Потому что государственный аппарат всегда немножечко поспевает, как мне кажется, за частным сектором Вот говоря о цифровизации государственных услуг Как давно вообще этот процесс начался и с чего, если вспоминать истоки? Да, ну безусловно, активный процесс цифровизации начался с указа президента 204 Это о национальных целях и стратегических задачах Безусловно, приоритеты цифровизации нетрудно оценить Это и удобство предоставления государственных услуг Это и уменьшение бюрократизации И, безусловно, большая открытость государственных органов власти Мы вот сейчас озвучивали позицию региона в всероссийском рейтинге Мы поднимаемся на 11 пунктов за год И кажется, это уже большое достижение Вообще, этот рейтинг внутри системы является показателем Самым главным качеством того, что работа проведена не зря Вообще, как оцениваете эти показатели? Ну, безусловно, здесь хотелось бы отметить и начать с того, что рейтинг был создан в 2012 году Министерством экономического развития Российской Федерации И в первую очередь он как раз нужен для того, чтобы оценить, выявить все типовые ошибки Посмотреть узкие места предоставления государственных услуг И предоставить этот анализ уже руководителям органов власти, которые предоставляют эти государственные услуги Безусловно, седьмое место – это достойный показатель нашего региона В крае есть еще к чему стремиться Раньше мониторинг Министерства экономического развития Российской Федерации И предоставлялся, проводился непосредственно сотрудниками министерства Брались определенные государственные услуги Также подавались этими специалистами заявки напрямую И уже специалисты смотрели, как проходит та или иная государственная услуга С 2023 года мониторинг планируется проводить уже в электронном виде В информационной системе Она будет автоматически подключаться ко всем государственным услугам Которые представлены на портале И, соответственно, автоматически анализироваться все те же самые типовые ошибки Узкие места, задержки по времени и так далее То есть, в принципе, этот рейтинг зависит от троттлинга Упирания в бутылочное горло, шкатойные услуги И все-таки есть еще какие-то другие качественные показатели На которые и опирается, собственно, ранжирование региона в том или ином порядке В большей степени, да Рейтинг создан именно для того То есть, это рабочий инструмент Он нужен непосредственно для того, чтобы оценить качество услуг И доработать То есть, провести некую рефлексию Виталий, ну вы как гражданин России Как Ставрополец Какими услугами в цифровом формате чаще всего пользуетесь? Потому что одно дело, да, говорить как власть имущий, отвечающий за этот сектор Другое дело, как Ставрополец Коим вы, безусловно, являетесь Вообще, для вас самые часто используемые госуслуги в цифровом формате какие? Ну, безусловно, здесь хочется отметить социально значимые государственные услуги Это те услуги, которые предоставляются массово и всему населению Ставропольского края Ну, или страны в целом Как пример, это те же самые выплаты детям, малоимущим и так далее Вообще, если сейчас для наших телезрителей, для которых портал госуслуги по какой-то причине до сих пор темный лес Они, быть может, им особо не пользуются Да и в целом, вообще, цифровизация услуг – это такая незнакомая тема Мы только с вами сегодня нашей беседой их знакомим С такой вот возможностью получить услугу Сколько уже государственных и муниципальных услуг в нашем регионе переведены в цифровой формат? Для понимания вот общей цифры объема работы Ну, здесь также хотелось бы отметить, что, в принципе, мы прошли достаточно долгий путь Перехода государственных и муниципальных услуг из бумажного вида в электроны Все начиналось с разработки межведомственного взаимодействия То есть, когда гражданин подает заявление на предоставление госуслуги Раньше это было в бумажном виде и исключительно в орган власти, который предоставляет ту или иную услугу То сейчас органы власти, которые работают с информацией о заявителе Уже взаимодействуют также в электронном виде То есть, до этого органы власти или муниципальное образование обмеливались также на бумажном виде между друг другом Сейчас они делают это посредством межведомственного взаимодействия в электронном виде Это позволило, во-первых, упростить работу самих специалистов, которые предоставляют государственные услуги Это также позволило сократить сроки Сейчас мы работаем совместно с Министерством цифрового развития Российской Федерации Которое дало поручение разработать межведомственное взаимодействие версии 3.0 и уже 4.0 Здесь речь идет о том, что вот это межведомственное взаимодействие между органами власти и муниципальными образованиями Будет происходить в автоматическом режиме То есть, уже специалисту органа власти не нужно будет напрямую забивать запрос Направлять его в другой орган власти и получать информацию Все это будет делаться автоматически Далее мы идем к тому, чтобы сделать эту процедуру между органами власти и, соответственно, заявителем Который получает госуслугу, подал заявление на его, сделать проактивно Что это значит? Это значит, что когда заявитель будет обращаться за госуслугой Большинство данных уже, в принципе, будет о нем заполнены И, соответственно, также специалисту органа власти, который работает над предоставлением государственной услуги Не нужно будет эти поля запрашивать или забивать самому То есть, это будет все происходить автоматически в системе Что еще сократит значительно Да, это еще сократит значительно предоставление государственной услуги Сделает ее более открытой и, соответственно, получить госуслуг, естественно, намного быстрее и понятнее для гражданина Есть термин социально значимая услуга Вот хочется получить его расшифровку в понимании В котором мы вкладываем, когда говорим о получении именно такой услуги Так, социально значимая услуга в цифровом формате Что из себя представляет? Ну, как я уже сказал, это та же самая государственная услуга Только направленная именно на потребность человека И ее удовлетворение и, соответственно, получение той услуги Не для конкретного индивидуума, а для группы в целом И, соответственно, это та государственная услуга, которая носит массовую значимость То есть, опять же, это выплаты при чрезвычайных происшествиях Это выплаты на первого ребенка На ребенка от 3 до 7 лет и так далее Вообще, мне кажется, это еще социально значимая услуга Это, в принципе, услуга предоставления информации Ну, какой наш телеканал в нашем регионе занимается Друзья, телеканал СВТВ Ставропольский край общедоступный И вы знаете, где нас смотреть Вдруг вы нас в интернете сейчас увидели И думаете, как по телевизору-то найти? 8.2.1 на пульте в большинстве провайдеров 21-я кнопка вообще обязательная Это вот мы, свое ТВ Если все-таки на сайте остаетесь Оставайтесь, заходите в нашу вкладку Программы, новости, архив программ В общем, друзья, мы оцифровали всю нашу деятельность Уже давным-давно И как раз-таки в контексте цифровизации Я думаю, прекрасный повод познакомиться Со всем массивом той работы Которую мои коллеги проводят ежедневно для вас Сайт stv24.tv Я думаю, сейчас вы его увидите на ваших экранах Для тех, кто нас смотрит и не слушает Такие тоже зрители, я знаю, есть Итак, заходите к нам на сайт, друзья Знакомьтесь с нашим производством Знакомьтесь с нашими программами В укладке программы И, конечно же, с выпусками новостей В соответствующей выкладке Но мы продолжаем говорить о цифровизации Потому что процесс, который буквально каждый день нас касается Это цифровой банкинг Ну, тут, я думаю, ничего даже дополнять не надо Буквально вчера на госуслуги заходил Для того, чтобы там какие-то посмотреть нововведения Которые на этом портале существуют Подавать заявление на поступление в ВУЗ Через госуслуги можно Ну, короче говоря, все то, что я там буквально 9 лет назад Поступаю в университет, своими ногами протоптал Протоптал и в Саврополе, и в Санкт-Петербурге, и в Москве Сегодня за меня сделает алгоритм, который на госуслугах работает И мне кажется, вот как раз-таки в этом упрощении деятельности Сокращение дистанции Есть основной залог успеха цифровизации в целом Но мы так прозрично говорим Достаточно приземленно, просто Ну вот, зашел на сайт, оставил заявление На самом деле мы понимаем, что за одной страницей интернет-портала Стоит огромный труд людей И ни одного далеко, и даже, наверное, не ста Вообще, Виталий, цифровизация Если смотреть на нее с точки зрения создания Из каких этапов состоит И как сложно ее внедрять в нашу с вами повседневность Ну, смотрите Цифровизация, естественно, состоит из множества этапов Процесс достаточно трудоемкий, но интересный Безусловно, также за этим процессом стоит большое количество людей Это и все наши органы власти, правительство И, в принципе, ну, как и в нашем регионе Так и вообще в целом по стране Да, это федеральные органы власти И, безусловно, все работают на одну единственную задачу Упростить жизнь гражданам в плане получения государственных услуг Да, если говорить о них Хотелось бы также отметить, что Сейчас у нас на портале порядка 900 Государственных и муниципальных услуг Которые можно получить в электронном виде Тут также хотелось бы отметить, что мы сейчас активно работаем над тем Чтобы сделать статус получения государственной услуги территориальным Что это значит? Это значит, что гражданин может обратиться за любой государственной услугой В любом органе власти, вне зависимости от его территориального расположения Будь он прописан в городе Ставрополь Он может получить эту услугу и в Кисловодске, в Железноводске и так далее Также хотелось бы отметить, что Сейчас также ведется такая достаточно трудоемкая работа С федеральным органом власти, с Министерством цифрового развития По созданию витрин данных Что это значит? Я уже немного упомянул в своем выступлении о том, что Создается как раз база, где будут все данные о гражданине, о государственной услуге и документах Забиваться автоматически в заявление Вот эти витрины данных нужны как раз для того, чтобы Сформировать эти данные в одном месте Создать несколько таких витрин, чтобы при заявлении на государственную услугу Система автоматически подтягивала эти данные с витрины И, соответственно, какая витрина данных быстрее откликнется на запрос Соответственно, оттуда информация и пойдет Безусловно, также ведется работа непосредственно по защите данной информации И здесь также активно прикладываются все усилия Тем более, сейчас также действует указ президента Российской Федерации Об информационной безопасности И мы, естественно, силами государственного казенного учреждения Центра информтехнологий Активно этим занимаемся Просто может показаться, мне кажется, нашей аудитории Вот сейчас они смотрят нашу с вами беседу Такие, да там же москвичи за них все сделали Они адаптировали Вот я думаю, есть у нас среди наших зрителей Такие, знаете, скептики Которые лишь бы пахаять Вот нас за наше с вами обсуждение На самом деле Вклад нас, земляков, ставропольцев В цифровизацию именно Собственного аппарата государственного управления Я так понимаю, здесь приоритетный Да, есть какая-то база, структура единая Но все-таки все делается руками Ставропольца, правильно? Безусловно Федеральные органы власти задают, так скажем, методологию Есть федеральная база Есть федеральная информационная система Также государственных услуг Но есть региональная база То есть это та база В которой формируются и предоставляются Государственные услуги регионального значения Вне зависимости от федерального И, соответственно, что мы делаем руками здесь в регионе? Мы, безусловно, интегрируем наши базы с федеральными Обеспечиваем взаимодействие Предоставление государственных услуг То есть вы можете зайти на портал региональных государственных услуг И дальше перейти автоматически в федеральный портал государственных услуг То есть здесь непосредственно обеспечено Такое, так скажем, бесшовное взаимодействие Федеральной части и региональной Безусловно, есть федеральные органы власти Отраслевые Которые сейчас разрабатывают административные регламенты Типовые Для того, чтобы и дальше переводить Электронные услуги Государственные услуги в электронный вид Вот после того, как они разработают Типовые административные регламенты Регионы приступят к разработке своих региональных Вот, ну, скажем так Федеральные органы власти В любом случае дают нам некую юридическую базу Для того, чтобы мы здесь уже своими руками Все это делали и внедряли у себя в регионе Ну, москвичам не пожалуемся Вам пожалуюсь, нашим телезрителям тоже Своим юзер-экспириенс Накануне пользовался госуслугами Думаю, уже телезрители помнят об этом И получив госуслугу, мне предложили ее оценить Я захожу на страничку оценки госуслуги И мне демонстрируется ошибка Извините, сервис временно недоступен И так, в течение 15 минут Пытаясь все-таки поставить 10 баллов За ту услугу, которую я получил Я этого сделать не смог Я понимаю, что это такая ошибка Которая, быть может, через 15 минут Уже будет исправлена программистами Но в то же время у меня юзер-экспириенс Был негативный в этот момент Потому что я того, что хотел, не получил И, собственно, вот этот пример В принципе, вполне логично вызывает такой вопрос Как происходит сбор ошибок и их решение Я понимаю, что приходят отчеты программистов Ну, это такой все-таки сложный технический разговор Для нашей широкой аудитории Он будет непонятен Но вообще, исправление ошибок Улучшение качества Говоря о имеющейся базе и прогрессе Как выстроена эта работа? Ну, безусловно Такие случаи иногда бывают Они единичны Но, тем не менее В любом случае, это информационная система и техника Здесь необходимо Постоянно налаживать и работать На процессах Беспроблемного взаимодействия пользователя С порталом Безусловно Вот этот сбор информации О предоставлении качества услуг Служит для того, чтобы Вот эти услуги улучшить Направить на улучшение взаимодействия Пользователя с порталом И, соответственно, это все собирает Естественно, техническая служба Которая также анализирует Все это также отражается В рейтинге предоставления Государственных услуг В их качестве И, соответственно, уже отрабатывается И с федеральными органами власти Которые предоставляют данную услугу С информационной системой Непосредственно с оператором И с регионами Вообще, мы говорим, что не о цифровизации Я представляю, что сейчас Вероятно, это один из ключевых Векторов развития и работы Нашего оригинального Министерства энергетики, промышленности и связи Но, я думаю, ни одной только цифровизации В жизнь такого масштабного органа Как министерства, профильное, не заканчивается Вообще, Виталий, говоря о цифровизации И в целом, о целях, которые стоят Перед вами, вашими коллегами До конца этого календарного года Очень люблю спрашивать Вообще, такие, может быть, тайные спланерок И так, коллеги До 2022 года мы должны И вот, расскажите мне и нашим телезрителям Что же должны В контексте нашей сегодняшней беседы И, быть может, в смежных областях Которые, как вы уже не раз сегодня сказали Вызывают только одну мысль Для того, чтобы каждому из нас Каждому Ставропольцу было удобнее Итак, основные перспективы и планы До конца 2022-го Какие они? Ну, цели у нас амбициозные Естественно, если смотреть по государственным Муниципальным услугам У нас в планах до конца 2022-го года Начало 2023-го Перевести все государственные Муниципальные услуги в электронный вид И мы здесь с коллегами Тесно взаимодействуем Из других органов власти И муниципальными образованиями Если говорить в целом про цифровизацию То мы, Министерство энергетики, промышленности, связи Старопольского края Как, скажем так, оператор цифровизации в крае Разработали стратегию цифровой трансформации Сейчас ее актуализируем И добавляем ряд дополнительных направлений отраслей Это и культура, и транспорт Если вкратце, то как раз стратегия служит для того Чтобы внедрить эффект цифровизации И тот опыт, экспириенс Именно непосредственно во все отрасли нашей жизни Для того, чтобы гражданам было удобно Не только государственными услугами Пользоваться в электронном виде Ну и также записаться в театр Записаться на балет И так далее Получить пушкинскую карту Получить пушкинскую карту Да, над этим мы тоже работаем Работаем над тем, чтобы как раз Оцифровать кавказские минеральные воды в единой карте Наверное, это будет название Карта гостя Кавказских минеральных вод Или Старопольского края Не буду здесь забирать хлеб У Министерства туризма Старопольского края Но тем не менее Мы с коллегами тоже работаем над этим Чтобы гражданам было удобно получить все услуги Которые только можно представить И невозможно в электронном виде Друзья, не так давно Мой коллега Антон Киевский В этой же студии говорил о цифровизации городов На примере самого оцифрованного города нашего региона Железноводска Ну и, собственно говоря Развитие цифровизации Без проведения интернета в отдаленной территории нашего края Без качественной мобильной связи Также невозможно И эту тему мы также с гостями в этой студии В студии нашей программы Актуальное интервью уже обсуждали Заходите к нам на сайт СТВ24.tv Вкладка программы Ну там по годовому слову Вы найдете все необходимые беседы Которые, быть может, вас волнуют Потому что, как я уже не раз говорил В этой студии, друзья Все темы уже обсуждены Мы в этой студии лишь только их актуализируем И дополняем новыми данными В контексте нашей с вами беседы Вот сегодня о цифровизации говорим Цифровизация все-таки предполагает Огромный массив работы По проведению интернета В самые маленькие села и хутора По ликвидации цифрового неравенства Это тоже очень важная тема Которую мы обсуждали В эфире наших тематических программ Поэтому, друзья СТВ24.tv В очередной раз призываю вас Знакомиться с нашим сайтом Вы сегодня несколько раз Акцентировали внимание На межведомственном взаимодействии Меня интересует всегда Межрегиональное взаимодействие В области решения общих задач Которые ставятся президентом Перед субъектами Вот говоря о цифровизации Быть может происходит обмен опытом С коллегами со всей России Может какие-то мероприятия Объединяющие специалистов По профильным направлениям Где есть как раз таки возможность Получить самые актуальные практики Из уже пройденных соседями Допустим в том же Краснодарском крае Вот расскажите пожалуйста о том Как с регионами выстроено взаимодействие В достижении этой цели С регионами взаимодействие Выстроено достаточно плотно Спасибо здесь Министерству цифрового развития Опять же Российской Федерации Которая проводит на регулярной основе Достаточно часто Как раз региональные, федеральные Межмуниципальные мероприятия Как раз направленные на обмен опытом По внедрению цифровизации Опять же и по цифровому неравенству И предоставлению мер Государственной поддержки Для IT-отрасли Что сейчас особенно актуально В наше время Поэтому Здесь как раз взаимодействие Выстроено активно Постоянно взаимодействуем С органами власти других регионов По данному направлению Стремимся только к лучшему А если немножко сакцентироваться На межведомственном взаимодействии В нашем крае Кто из министерства ведомств Вот скажем так Просто министерство туризма Отдельно отметили В области цифровизации Кавказских минеральных вод Вообще есть ли те Кто активнее хочет Отцифровать свою Сферу деятельности Или все-таки все Равномерно Друзья Будем в интернете Представлены Не буду выделять Конкретный орган власти Все в любом случае молодцы Все как раз Во-первых и задача стоит Сделать Жизнь оцифрованной В предоставлении госуслуг И вообще в целом Жизни для Гражданина Поэтому работают все Работают все хорошо И как бы со всеми Есть абсолютное взаимодействие И взаимопонимание И все нацелены на одну цель Сделать жизнь намного проще Теперь ряд вопросов к вам Как к Ставропольцу А не как к заместителю Министра энергетики Промышленности и связи Итак Есть массив госуслуг Но есть те Которых еще в оцифрованном виде нет Вот для вас Виталий Какая услуга Наиболее ожидаемая Из тех Которые еще не представлены В арсенале Чего не хватает В интернет пространстве Как раз таки В контексте Государственной работы Ну честно говоря Говоря уже даже трудно Так отметить Какую-то государственную услугу Которую невозможно Получить в электронном виде То есть Изначально При переходе В электронный вид госуслуг Брались самые частые Самые популярные Самые Массово значимые Государственные услуги Ну если они где-то И остались еще На бумажном виде То это Либо совсем редкие Государственные услуги Которые предоставляют Органы Муниципальных образований Ну либо непосредственно Органы власти Ставропольского края Которые носят Единичный характер Согласен Мне тоже сейчас Не к чему придраться Ты уже про себя думал Пока вы отвечали Для чего бы мне не хватало В госуслугах Все таки наверное Представлено все Из того что Не лениво сделать Сидя перед компьютером Ну а сходить там В МФЦ Это мне кажется Дело 5 минут В случае там Какой-то резкой необходимости И вопрос тоже Который для нашей аудитории Мне кажется Аудитории старшей Вполне логичен Вопрос доверия К цифровым услугам Все таки мы знаем Что люди старшего поколения Привыкли ножками Прийти в МФЦ Пообщаться с человеком Тет-а-тет Увидеть его глаза И потом доверить ему Свои личные данные Ну такое поколение Такой менталитет Вопрос доверия В целом Госуслугам На ваш взгляд И для тех Опять-таки скептиков Вообще стоит ли сегодня Потому что Доверие к личным данным Пользователям Ну это Наши цифры сейчас Самое дорогое Что у нас есть Как побороть сомнения Заходя на интернет-портал Вбивая там Данные с НИЛС И НН Или чего-то такого Стоит ли вообще На это что-то переживать Ну в данном контексте Об этом переживать Точно не стоит В любом случае Остается способ Подачи заявления В МФЦ Его никто не убирает Его никто не отменял Просто При подаче заявления В МФЦ Это также переводится Уже сотрудникам МФЦ В электронный вид И дальше Дальше работает Все тот же самый Алгоритм Предоставления Государственной Услуги В электронном виде То есть Сотрудники МФЦ Урганы власти Взаимодействуют Уже в электронном виде А не на бумаге Для гражданина Здесь Он не задействован То есть Он подал заявление И ждет получения Результата И непосредственно На этапе Оформления заявления Да Предоставления Государственной услуги Ему приходят Ну либо на электронную почту Либо на телефон Уведомление О статусе Получения Государственной услуги То есть, либо это сейчас условно в пенсионном фонде находится на рассмотрении, да, и дальше переходит другой орган власти и так далее. То есть, я уже тоже оценил, скажем так, этот опыт, подал заявление на получение охотничьего билета, который министерство природы наш сейчас достаточно недавно внедрил, и, соответственно, уже на электронную почту получаю уведомление о рассмотрении своего статуса заявления. Для меня вау было получение налогового вычета реально в интернет-пространстве. Огромная такая работа, которая многих ведомств касается, и следить за тем, как ты там заполнишь несколько бумаг, форм, документы, отправил его, следить за его ходом, и потом в конечном итоге получить заветную сумму денег. Но это было очень, скажем так, для меня это очень позитивный юзер-экспириенс, был негативный, вот делаю баланс в нашем эфире. И как раз-таки, казалось бы, очень сложный такой труд, который, если представить его проходить ногами, занял бы очень много времени. Здесь все это заняло максимально минимальное количество времени, и зато был какой результат. Виталий, резюмируйте. Итак, цифровизация в Ставропольском крае – это для наших с вами земляков. Цифровизация в Ставропольском крае – это в первую очередь облегчение жизни граждан и получение государственных услуг в электронном виде. Вот, соответственно, ему не нужно никуда ходить, он может зайти с телефона, с компьютера, с планшета на портал государственных услуг и получить государственную услугу в электронном виде, вообще никуда не выходя из своей квартиры, из своего дома и так далее. Здесь, ну, также хотелось бы отметить, что портал государственных услуг позволил нам наладить в автоматическом режиме получение некоторых государственных услуг, то есть это выплаты, вот по указу президента были, также на детей. Все это прошло в автоматическом режиме, граждане даже не обращались в МФЦ или в государственные услуги. Мне кажется, цифровизация – это про ценить труд, который из-за тебя сделали где-то далеко, и люди, которых ты никогда не увидишь. Это тоже о цифровизации очень многое говорит. Безусловно. Виталий, спасибо вам огромное за то, что нашли время и пришли сегодня к нам. Спасибо вам. Итак, друзья, цифровизация, цифровизация государственных услуг, цифровизация телеканала СОИ-ТВ, Ставропольский край. Несколько раз вас сегодня на наш сайт отсылало, СТВ24.ТВ. Скажу лишь напоследок. Берегите себя и близких, цените труд людей, которых вы, быть может, даже и не знаете, и оставайтесь на своем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!